В этом году Куровской психоневрологический интернат отметит свой 90-й день рождения. Все это время в стенах учреждениях оказывается социальная помощь инвалидам и лицам с психическими расстройствами. Как работает интернат сегодня и с какими проблемами сталкивается руководство? Эти темы обсудили в ходе семинара с комитетом Московской областной думы и заместителем министра социального развития региона. В Куровском психоневрологическом интернате проживает и обслуживается 611 человек. Это инвалиды первой и второй группы и лица, страдающие психическими заболеваниями. Здесь им оказывается вся необходимая социальная помощь. С пациентами работают психиатры, терапевты, стоматолог и медперсонал. Есть свои стиральные машины, где ребята с удовольствием стирают свое белье, гладят, ухаживают за комнатными цветами и, конечно, приводят порядок и благоустраивают территорию. Прогресс, конечно, есть. За последние десятилетия, если когда-то, например, люди, попавшие сюда на лечение, у них были металлические, металлическая посуда, нельзя было сажать цветы, то сегодня уже, вот на столах я посмотрел, после капитального ремонта у них фарфоровые посуды, они кругом территории украшены цветами, кустарниками, за которыми ухаживают и сами люди, которые здесь пребывают. Таких психоневрологических интернатов, как в городе Куровское, всего 11 в Московской области. В них проживает порядка 4 тысяч пациентов, почти половина из них недееспособна. Первая проблема, с которой сталкивается руководство учреждений, это нехватка специалистов. Особо острый вопрос стоит в Орехово-Зуевском районе. Вот наши дети нашего района учатся в Ивановскую, в Рязанскую, в Тверскую губернию, но в Москву попасть очень сложно устроиться учиться. И получается картина такая, что врачей даже нам из наших-то, так сказать, вот самим направить и подготовить достаточно сложно даже. Даже направить сложно, потому что поступить трудно в Москву, а ехать куда-то далеко учиться, ну не всякий студент согласен. Вторая проблема – это очередность. В нашем районе на учете состоит 130 человек, в области их более 300. Но, как рассказала заместитель начальника управления Министерства социального развития Московской области Ирина Ирасова, эта проблема решаема. Сейчас за ее выполнением следит не только правительство региона, но и Московская областная дума. Мы решаем эту проблему. Мы закупаем услуги у негосударственной организации, у Заботы, в которой в настоящее время обслуживаются 270 человек. На следующий год мы планируем увеличить закупку этих социальных услуг порядка до 500 человек. Ну и посредством расширения койко-мест наших учреждений мы надеемся сократить очередность к концу 2017 года вообще среди лиц, которые ожидают в своей очереди в помещение в стационарное учреждение психомерологического профиля. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается руководство Куровского ПНИ, уже на протяжении 90 лет здесь оказывают помощь нуждающимся людям. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие социального обслуживания населения коллектив психоневрологического интерната был отмечен.